Жизнь староскульцев Мирошкиных на до и после разделила настоящая трагедия. Родные сёстры вместе отмечали Рождество. Вечернее застолье закончилось смертью одной из девушек от ножевого ранения. Обвиняемую в убийстве через два с половиной года суд присяжных объявил невиновной. Эти кадры мы снимали в мае 2020 года. Тогда адвокатам в ходе очередного заседания удалось добиться освобождения Надежды Мирошкиной из СИЗО. Меру пресечения изменили на домашний арест. У 19-летней девушки, которую обвиняли в убийстве старшей сестры, на фоне стресса в следственном изоляторе стало развиваться психическое расстройство. Ей в психиатре и в СИЗО уже ставят диагноз такой, как агравитация. У неё сильнейшее расстройство идёт, нервный срыв. Какие-то медикаменты ей там предоставляют, но это не помогает. Плюс у моей дочери есть хроническое заболевание, которое там не лечится, потому что это дорогостоящие лекарства. Как матери мне очень тяжело. Но знаете, в этом несчастном случае я не могу выделять. Одну дочь любить больше, другую меньше. Я люблю их одинаково, поэтому буду бороться до последнего. В рождественскую ночь, ставшую роковой, 42 сестёр переросла в драку с ножом. В тёмной квартире началась потасовка. Одна из девушек погибла. Обвиняемая в убийстве Надежда за решёткой провела почти пять месяцев. В общей сложности разбирательство по делу длилось два с половиной года. Само дело необъёмное, двухэпизодное. Но осложнилось оно тем, что, во-первых, отношения внутри семьи – это раз. А второе, не стоит забывать, что потерпевшая, всё-таки убиенная, она являлась старшей родной сестрой. И всё это происходило в одной семье, всё это было, так скажем, в одном кругу. И этим и представлялась особая сложность. 105-ю сперва переквалифицировали на 108-ю. Превышение допустимой самообороны. Однако потом вновь вернулись к статье убийства. После этого обвиняемая ходатайствовала о рассмотрении её дела судом присяжных заседателей. Коллегия досконально изучила всю собранную следствием информацию и вынесла вердикт. Обвинение не доказано. Суд присяжных был здесь, по месту совершения преступления. Соответственно, рассматривался Староскольским городским судом в количестве шести человек основным составом. Присяжные, которые рассматривали данное уголовное дело в полном объёме, проанализировали те доказательства, которые были представлены как стороной защиты, так и стороной обвинения. Соответственно, вынесли единственное верное, на мой взгляд, справедливое и законное решение, которое повлёк за собой оправдатель приговор. Надежда Мирошкина была освобождена прямо в зале суда. В законную силу приговор не вступил и может быть обжалован.